Эстония и Финляндия построят тоннель между своими столицами. Правительство Эстонии и Финляндии подписали соглашение о совместном развитии крупных транспортных проектов. Одним из пунктов документа предусмотрено строительство тоннеля Таллинн-Хельсинки. Об этом сообщило Министерство экономики и коммуникации Эстонии. Отмечается, что соглашение подписали министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави ААС и министр транспорта и связи Финляндии Тима Харака. Документ предусматривает сотрудничество в транспортной сфере и обмен информацией для развития крупных транспортных проектов, включая тоннель Таллинн-Хельсинки, магистраль Рейл Белтика, Общеевропейскую транспортную сеть и коридор Северное море, Балтийское море. Это соглашение является первым шагом к включению проекта тоннеля Таллинн-Хельсинки в Общеевропейскую транспортную сеть, что необходимо для софинансирования Евросюзом проекта. Тоннель – это перспективный проект. Сейчас нам предстоит провести исследование по экологии и рентабельности, мы все еще далеки от дизайна. Для Эстонии и Финляндии самостоятельно реализовать этот проект сложно, поэтому мы хотим привлечь софинансирование Европейского Союза и серьезно рассмотреть возможность привлечения к проекту частного сектора, приводит пресс-служба эстонского министерства слова АОСА. С инициативой связать Таллинн и Хельсинки железнодорожным тоннелем под Финским заливом выступила в 2018 году финская компания Finest Bay Area. Рассматриваемый в настоящее время проект предусматривает строительство тоннеля в Финском заливе длиной до 70 км и на глубине до 200 метров. Ожидается, что время в пути поезда от Хельсинки до Таллина, которые будут двигаться со скоростью до 200 км в час, составит около получаса. Реализация проекта тоннеля может занять 10-15 лет. Напомним, в начале апреля в восточной части Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов. Авария произошла около 9 часов ровно по местному времени в начале въезда в горный туннель Дацин. В результате происшествия погибли 4 человека, трое были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, еще около 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Отметим, ранее в Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента погибли более 30 человек. До этого в Польше в результате столкновения локомотива с поездом пострадали 5 человек, среди которых пассажиры.